Уникальная аквапаническая теплица работает в Курдайском районе Жамбылской области. Там одновременно разводят рыбу и выращивают без грунта на питательных растворах листья салата. В прошлом году из-за пандемии продукцию перестали поставлять на зарубежные рынки. Сейчас же заключили новые контракты и начали экспорт в Кыргызстан. Особенностью аквапанической теплицы является то, что листья салата растут не в почве, а в воде. В ней водится рыба, которая выделяет воду, нитраты и нитриты. За счет этого растения получают питание. После как рыба наберет вес, ее отправят на продажу. В год в аквапанической теплице могут выращивать около 40 тонн рыбы. Одна из разновидностей – африканский сом. По словам специалистов, этот вид рыбы достаточно неприхотливый и быстро набирает вес. Только в Южной Корее и в Джамбулской области, в Курдайском районе, вот здесь вот такая аквапоника у нас есть. У нас в данный момент здесь 10 тысяч мальков. Из них два вида рыбы – это африканский сом и теляпия, семейство карпа. Вот сейчас в данный момент хотим поменять все рыбы на африканское сома. В год уходит созревание теляпия, а сом за 6 месяцев получается 2 килограмма. Тепличный комплекс работает по южнокорейской технологии. Агрономы собирают урожай 6 раз в год и получают до 330 тонн листьев салата. Рабочий процесс теплицы полностью автоматизирован. В огромном комплексе трудятся всего 13 человек. Проект стоимостью около 1 миллиарда тенге запустили по программе индустриально-инновационного развития. Для проведения недостающей инфраструктуры предусмотрено чуть больше 47 миллионов тенге государственных средств. Нужную электроэнергию необходимой мощности проведут в июле-августе этого года. В это время планируют провести тендер. Всего в Курдайском районе в рамках программы индустриально-инновационного развития реализуют 5 проектов в горно-металлургической отрасли, пищевой промышленности и фармацевтике на общую сумму более 340 миллиардов тенге. При полной их реализации будет создано 1250 постоянных рабочих мест. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев, Сланхотелла, Жамбулская область, Хабар-24.